МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. В Нижегородской области стартовал проект инициативного бюджетирования «Вам решать». С 1 октября по 31 декабря в России проходит осенний призыв. За эту кампанию ряды вооруженных сил пополнят около 30 саровчан. Сотрудники конно-спортивного клуба «Саров» устроили для детей пожарных бесплатное катание на лошадях. Далее расскажем обо всем подробно. В 2018 году были закрыты бани «Заречные». Нужно ли возобновлять их работу? С таким вопросом народные избранники обратились к жителям города. Опрос провели в онлайн-формате. Против проголосовало только 16%. Больше половины опрошенных считают, что бани открыть нужно, но при условии капремонта. Однако ремонт здания обойдется в несколько десятков миллионов рублей, а таких средств в бюджете предприятия нет. По моему мнению, открытие бань «Заречные» я считаю нецелесообразным. Рассмотрение вопроса о необходимости восстановления бань возможно лишь после проведения в нормальное состояние помещения и оборудования. В первую очередь в банях боровых, ну и затем уже в центральных. Ирина Назарова представила депутатам финансово-экономическую модель развития предприятия. По прогнозам, убыточный вариант развития ждет при условии открытия бань «Заречных». Второй сценарий с функционированием двух бань обещает положительный финансовый результат. Еще одним вопросом, поднятым на заседании, была целесообразность изменения организационно-правовой формы предприятия. Передать городскую казну у нас есть на это право. И можем мы решением думы посодействовать этому направлению. И уже в рамках городского, то есть в рамках, когда это здание будет казней городской, по ночь отремонтировать это здание. Этот вопрос вынесли на ближайшее заседание городской думы. Также народные избранники обсудили реализацию паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеева-Саров». Строительство объездной дороги по улице Ключевая исключили с перечной мероприятий. Вместо нее работы проведут на улице Академика Негина. Там реализуются объекты и социального назначения. И вот этот район у нас разделяет практически такая, больше похожая на какой-то большак, по которому люди пешком ходят, просек, я так как угодно ее называю. Но там нужна эта дорога, и мы настойчиво искали способы ее реализовать и обеспечить финансирование. Вроде это наше предложение принято, тем более проект готов к реализации. Новая дорога появится и у детской поликлиники по улице Чапаева. Также уже готов проект по благоустройству ближней и дальней пустынки. Финансирование подтверждено. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Отремонтировано семь проездов на территории Тизы, благоустроены четыре дворовые территории, сделаны подъездные дороги к родникам. В прошлом году в рамках регионального проекта «Вам решать». Всего наш город подготовил 11 заявок для участия. Шесть из них прошли конкурсный отбор. В этом году Саров примет участие в проекте инициативного бюджетирования еще раз. Критерии отбора заявок изменились. Прежде всего, конечно, основной критерий – это степень поддержки данного проекта гражданами. Она определяется количеством подписей в подписном листе, который прикладывается обязательно к заявке в поддержку данного проекта, и количеством голосов в онлайн-голосовании. Также немаловажно, в какой доле местный бюджет поддержит инициативный проект. На каждую заявку регион гарантирует выделить до трех миллионов рублей. Администрация рассматривает возможность участвовать в софинансировании проекта в размере 30%. Еще один значимый критерий – привлечение спонсорской помощи. Кроме того, будет оцениваться трудовое и имущественное участие в реализации конкретного выдвинутого инициативного проекта. Что это такое? Трудовое участие наши граждане это хорошо понимают. Это субботники в каких-то подготовительных работах. Работы, которые не требуют специальных компетенций, будем так говорить. Либо уборка после уже завершения работы и так далее. Проекты реализуют по семи направлениям. Наши дороги, наш двор, спорт для всех, все лучшее детям, общественные пространства, наша инфраструктура, а также наша инициатива. Заявку может подать инициативная группа численностью не менее 10 человек в возрасте не младше 16 лет. Нашим горожанам и депутатам мы устанавливаем сроки до 1 ноября, чтобы собрали подписные листы, определились с наименованием проектов, потому что само оформление заявки будет осуществлять департамент городского хозяйства. Это занимает достаточно много времени. И до 12 ноября нам еще нужно будет обеспечить защиту всех заявок, всех выделенных инициативных проектов от города Сарова в Министерстве внутренней политики. Дополнительную информацию по оформлению инициативных проектов можно получить по телефону 977-97-977-68. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Всероссийская перепись населения стартует с 15 октября и продлится в течение месяца. Переписчика легко узнать по экипировке. Он будет в голубом жилете с логотипом переписи, шарфом синей-красной расцветки и нагрудным удостоверением. Принять участие в переписи саровчане смогут тремя способами. Самый безопасный из них в период пандемии – через портал Госуслуг. Он может переписать один член проживающего в этом помещении, всех проживающих с ним на портале. То есть он может один переписать всех, кто с ним живет. И этой информацией автоматически поступать будет к переписчику. Там будет такой значок, он его активирует и вся информация к нему сливается. Перепись на портале Госуслуги будет проходить до 8 ноября. Второй способ – пообщаться с переписчиками. По адресам они начнут ходить с 18 октября. А до этого на протяжении трех дней будут проходить обучение. Также саровчане смогут прийти на переписный участок. Они будут работать с 15 октября с 10 утра до 8 вечера. Если вдруг кто-то хочет переписаться на участке, то он может зайти. То есть домой не хочет пускать, дома не хочет переписываться. Может прийти на участок. И на участке его перепишут. Независимо от того, где он живет, в любой участок он может зайти и переписаться. Планшет безадресный. И вся эта информация поступает в Росстат, а потом попадает на планшет переписчика. Если саровчанин пройдет перепись на стационарном участке или на портале Госуслуг, и к нему придет переписчик, то ему нужно будет сообщить полученный идентификационный код. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. За прошедшие выходные в Сарове выявили 166 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Статистика заболеваемости растет во всех регионах. По словам главного врача КБ-50 Игоря Лашманова, сейчас в 100% случаев регистрируют индийский дельташтам вируса. 90% случаев заражения происходит в семейных домашних очагах, а следовательно, больше болеют дети, и что самое плохое, больше болеют пожилые люди. 80% пациентов, которые находятся на лечении, это люди старше 65 лет. По словам Игоря Лашманова, инкубационный период у дельташтамма короче, и симптомы заболевания появляются быстрее. Также новый штамм COVID-19 чаще поражает молодых людей и детей. Если раньше мы видели развитие пневмонии цитокинового шторма на 8-10 день, то у современного вот этого дельташтамма развитие этих симптомов происходит уже на 5-7 день. Работа врачей не прекращается ни на минуту. Медики незамедлительно подстраиваются под ситуацию, чтобы обеспечить квалифицированную помощь всем пациентам. Сейчас в КБ-50 перепрофилировали неврологическое отделение и увеличили количество коек для больных в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести. В настоящий период увеличено количество ковидных бригад в поликлиниках. Это мы, если говорим про амбулаторный этап, в два раза увеличено. Увеличено количество медицинских, медсестеринских бригад для забора мазков. Увеличено количество... Мы перевели работу наших лабораторий, ПЦР-лабораторий в двусменный режим работы. Игорь Лошманов призвал саровчан соблюдать противоэпидемические меры, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Он также напомнил, что основной защитой от коронавируса остается вакцинация. Записаться на прививку против COVID-19 можно через портал пациента на официальном сайте КБ-50, через портал госуслуги и по телефону колл-центра 95511. Прилетел из-за границы – сделай тест на COVID-19. Эпидемиологическая обстановка диктует свои правила. Тот, кто возвращается домой из других стран, должен выполнить ряд условий. Люди, прибывающие из-за границы, в течение трех дней должны сдать тест на COVID-19 с помощью ПЦР в течение трех дней и сидеть на карантине до ожидания результатов этого теста. Кроме тех людей, которые в последние 12 месяцев имеют вакцинацию и в последние 6 месяцев переболели COVID. Также в течение четырех дней необходимые документы, результаты теста или сертификаты нужно загрузить на портал госуслуги. Год назад существовала перечень стран, в которые выезжать не рекомендовали. Сейчас же из-за роста заболеваемости для всех стран установили единые требования. Если человек приехал за границу, у него оказался положительный тест, он попадает в разряд больных, и уже тогда применяются методы карантина к тем, кто с ним живет, проживает. Это уже другое, это уже как он больной появляется на карантине сидит. А пока не подтвержден, что он больной, никаких карантина для членового семьи нет. С 8 октября изменилась форма регистрации граждан, приезжающих в Россию и за границей. В заявлении на портале госуслуги скорректировали список необходимых данных о рейсе и личности пассажира. После заполнения анкеты выдают QR-код, который нужно предъявить инспектору в пункте пропуска при пересечении границы. Важно, что заполнение анкеты на портале освобождать от заполнения бумажного заявления. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. На входе в военный комиссариат молодые призывники сразу же проходят регистрацию. Здесь же им измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком. На осеннем призыве строго соблюдают все меры безопасности. Личный состав военного комиссариата уже прошел вакцинацию. В этот раз за осенний призыв прошла четвертая по счету комиссия. Сначала происходит изучение. То есть до начала призывной кампании проходит изучение призывника. Потом рассматривается по всем сторонам и профотбор, и состояние здоровья, и семейное положение призывника. На заседании призывной комиссии молодому человеку выносят вердикт – годен он или не годен для военной службы. Перед распределением и отправкой по местам призывники сдают тест на коронавирус и наркотики. Вакцинация также обязательна. Положительной тенденцией в последние годы стало то, что так называемых уклонистов от армии становится все меньше. Сейчас граждане имеют желание служить раз. И второе, по состоянию здоровья я хочу сказать, что годных получается очень процент, процент. Если брать, значит, 10 лет тому назад, то процентов на 30-40 годных уже у нас стал побольше. В армию молодые люди идут на 12 месяцев. Также этот год можно заменить службы по контракту. Многие призывники остаются и дальше служить в вооруженных силах нашей страны. Помимо меня в семье еще два брата есть. Один уже служит в Нижегородской области. И Саша на подходе. Ну и я тоже, соответственно, с ним вот в этот призыв попал. Проходим вот сейчас обседование, и в результате которого уже будет ясно, готовы мы или нет. Осенний призыв проходит с 1 октября по 31 декабря. За эту кампанию ряды вооруженных сил пополнит около 30 саровчан. Призывники будут распределены по западному военному округу. Подмосковье, Калининград, Ленинградская область, Санкт-Петербург. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Взрывы газа в жилых домах все чаще происходят во многих городах России. Последствия этого очень печальные. Разрушенные дома и поломанные жизни. Каждый год из-за взрыва газа погибают несколько десятков человек. Так, например, 8 сентября в Ногинске взорвался девятиэтажный дом. По одной из версий произошедшего, жители использовали газовую плиту для обогрева помещения. Первое, выжигает кислород, в результате чего может произойти затухание. Значит, конфорок с последующим выходом газа и срывом. А второе, значит, выжигает кислород, угарный газ выделяется. Плиту необходимо использовать только по назначению и ни в коем случае не оставлять газ зажженным на целые сутки или даже на ночь. Важно также запомнить, что замену и ремонт газового оборудования могут выполнять только работники газовой службы. Нельзя этого делать самостоятельно. Раз в год сотрудники обязательно проверяют в домах исправность работы газа. Если не открывают, значит, квартиру, мы приходим, оставляем уведомление о том, что, значит, был слесарь газовой службы. Также мы повторно ходим по этим адресам по несколько раз, пытаясь добиться того, чтобы доступ был стопроцентный. Чтобы избежать беды из-за утечки газа, специалисты рекомендуют устанавливать в квартире или подъездах специальные датчики и сигнализаторы загазованности, а также приобретать плиты, защитные системы и газконтроль. Также нужно запомнить несколько правил, если у вас в доме газовая плита. Чтобы всегда плита была чистая, соответственно, в случае запаха газа незамедлительно обратиться в газовую службу, открыть форточки, проветрить помещение, звонить по телефону 04, значит, сотового телефона 104 или 112. Также при появлении специфического запаха в помещении необходимо перекрыть все краны на плите и газопроводе. Звонок в аварийную газовую службу бесплатный с любого телефона и в любое время суток. Правила получения электронной подписи изменились. Нововведения призваны декриминализировать рынок выпуска этих подписей. С 1 июля выдавать электронные ключи могут только удостоверяющие центры, аккредитованные по новым требованиям. Всего их существует четыре вида. Коммерческие занимаются физлицами, центры Банка России кредитными либо некредитными финансовыми организациями, а также операторами платежных систем. Один из них – это удостоверяющий центр Федеральной налоговой службы, который будет выдавать ключи электронной подписи юридическим лицам, в частности, руководителям, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, индивидуальным предпринимателям и нотариусам. Четвертый вид – центр Федерального казначейства работает с лицами, замещающими госдолжности РФ и субъектов РФ, а также должностными лицами госорганов и органов местного самоуправления. Те удостоверяющие центры, которые не получили аккредитацию после 1 июля 2021 года, не имеют права выдавать электронные подписи, а ранее выданные ими ключи закончат свое действие 1 января 2022 года. В настоящее время Минцифра дал указание доработать программное обеспечение операторам связи, то есть к концу этого года подпись, полученная в аккредитованных удостоверяющих центрах, будет применяться вообще на всех площадках, необходимых для ведения торгово-финансовой деятельности. Ключ электронной подписи можно использовать для сдачи отчетности в государственные органы, работы с различными системами и ресурсами, осуществлению финансово-хозяйственной деятельности. Базовые документы, необходимые для получения подписи, включают заявление, паспорт, СНИЛС, ИНН или ОГРН, а также сертифицированный носитель ключевой информации. Сертифицированный носитель ключевой информации, так называемый токен, должен иметь действительный сертификат соответствия безопасности в СТЭК или ФСБ России. Сам сертификат предъявлять не надо. Более подробную информацию о правилах получения ключа электронной подписи в удостоверяющем центре ФНС России можно получить по телефону 368-75. Приготовились. Три, один, минус два, пять, два. Ответ? Девять. Японскую методику под названием «Ментальная арифметика» практикуют в детском саду номер 47, четвертый год. Такая технология помогает в нетрадиционной и интересной форме обучить детей устному счету. Воспитанники учатся считать при помощи абакуса, выполняют упражнения на концентрацию, внимание и логику. Наши детки справляются очень хорошо. И в школе это им, конечно, очень помогает. Эта методика развивает память, внимание, мышление, что в дальнейшем способствует тому, что они легко осваивают математику, иностранный язык, ну и также во всех других предметах это способствует их успеху. Этой осенью детский сад номер 47 празднует свой 30-летний юбилей. За это время он несколько раз менял свое название. Первым руководителем дошкольного учреждения была Людмила Валерьевна Агеева. Сейчас в детском саду остались и те люди, которые работают здесь с самого основания. В детском саду более 300 детишек, и каждого ребенка встречают с любовью и радостью. Мне нравится спать. Мне еще нравится и кашу есть, и на прогулку ходить. Мне нравится с моим братом играть. Мы часто с ним играем, либо в догонялок, либо что-то там делаем. Вешаем шары, пишем пожелания, поздравляем друг друга. В учреждении работают инструкторы по физической культуре, музыкальный руководитель, логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного образования. Наряду с воспитанием приоритетное направление детского сада номер 47 – познавательно-творческое развитие ребят. Педагоги проводят с детьми занятия по ментальной арифметике. Это занимаются с детьми старшего дошкольного возраста. Занятия с блоками дьениша. Это для детей 3-4 лет. Есть у нас педагог доп. образования, который занимается с детьми в кружке мозаика. Ребята тепло поздравили свой родной детский садик и подготовили для него музыкальный подарок. В боевой готовности 24 часа в сутки друг друга сменяют 4 караула. На сотрудниках специальных подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России лежит огромная ответственность. Они защищают от огня особо важные государственные объекты оборона промышленного и атомно-энергетического значения. В Сарове это РФЯЦ НЕЕВ. Объект уникальный, поэтому здесь требуется и наличие специальной техники, и наличие специальной подготовки у боевых подразделений, так как на каждом объекте и тушение должно быть организовано определенными способами правильными, и, соответственно, применение каких-то огнетушащих веществ. История создания специальных подразделений Государственной противопожарной службы неразрывно связана с разработкой ядерного оружия в нашей стране. 9 октября 1947 года вышел приказ МВД о создании специальной пожарной охраны. Со временем к зоне ответственности этой структуры отнесли и закрытые города. Особенности то, что у нас все сотрудники также допущены в гостайне. То есть мы проходим проверки при поступлении на службу. И, соответственно, наверное, в основном это ответственность. То есть все понимают, что наше подразделение охраняет особо опасный объект. В Сарове отдел пожарной охраны объекта открыли через год, в 1948 году. Первым начальником отдела назначили Александра Александровича Разина, капитана технической службы. Сотрудники специальных подразделений ведут работы по профилактике и предотвращению возгораний, а также регулярно организовывают учения. От лица руководства, специального управления ФПС номер 4, от лица личного состава поздравляем всех ветеранов, стоявших у истоков создания специальной пожарной охраны. И благодарим вас за огромный вклад, который вы внесли в охрану нашего уникального объекта в ГУПРФИАЦУНЕВ. Здоровья вам и вашим близким. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Мимика, позы, детали одежды. Каждая мелочь в образе экспонатов выставки продумана с особой тщательностью. Результат кропотливой работы поражает. Сказочные персонажи словно живые и вот-вот заговорят. Интерьерные куклы выполнены в филигранной технике «Грунтованный текстиль». Еще называют текстиль с эффектом фарфора. Изделия в этой технике получаются самобытными и неповторимыми. Большинство мастеров тщательно подбирают именно свою уникальную формулу грунтовки. И держат в секрете, не делятся ни с кем. Над созданием кукол трудился творческий союз «Света-мама». Три мастерицы решили поделиться плодами своего творчества саровчанами. Это Светлана Шевченко, Татьяна Клишина и Мария Давыдова. Подобные выставки в Маяковке проходят не впервые и каждый раз удивляют своей фантазией и сказочностью образов. Как-то они все объединены немножко водной темой. Если вы заметили, что здесь присутствует тема болота и тема реки, в том числе и наши любимые герои из Буратино. Но это тоже водные герои. Это дуримар, ловец пиявок и великолепная черепаха-тортила, мудрая, добрейшая, которой помогла Буратино добыться своего счастья и удачи. Выставка «Настроение цвета» будет открыта до середины ноября. Посетить ее может любой желающий в часы работы библиотеки с соблюдением санитарных норм. Вход бесплатный. Мероприятие без возрастных ограничений. Впереди осенние каникулы. Перед многими родителям встает вопрос, чем занять своего ребенка в это время. Учреждения культуры нашего города подготовили много интересных мероприятий. И в том числе художественная галерея, как всегда, представила насыщенную программу. Давайте узнаем, что она подготовила для наших детей в осенние каникулы. Познавательные занятия, экскурсии по выставкам, мастер-классы и просмотр кино и мультфильмов. В каникулярной афише художественной галереи мероприятие на любой вкус и возраст. Стартует осенняя программа 28 октября. В этот день пройдет Ночь искусств. У нас будет обязательно вернисаж. Мы откроем необычные выставки. Мы будем писать с художниками на тюрморт осенний. У нас уже привезены и приготовлены тыквы, кабачки. И в детской программе огромное количество творческих мастерских. Они пойдут в параллели друг от друга. С 29 октября программы пойдут по обычному графику. В 10 – познавательные занятия. В 12 – творческие мастерские. В 14 – экскурсии. Все мастер-классы в каникулы на осеннюю тематику. Дети будут создавать забавных мухоморов в различных техниках, делать узоры из тонких полосок бумаги. Также в каникулы в галерее будут показывать кино. В том числе и мой папа – космонавт, где дети звездного городка рассказывают о профессии своих родителей. И, конечно же, это полнометражные мультфильмы и целые мультсериалы, которые пойдут у нас в 11 и в час. Продлятся каникулы в художественной галерее до 7 ноября. Все мероприятия проходят по предварительной записи на конкретный день и время. Телефоны для справок – 702-87 и 6-64-09. Пандемия диктует свои правила даже в каникулы. Все посетители обязаны быть в масках. Детям никаких документов при посещении галереи не требуется. А вот взрослым необходимо принести с собой сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Они выходят на игровые дорожки, отвечают на вопросы на трибунах, зарабатывают очки, которые называются ордена и медали. Это традиционный формат, знакомый многим телевикториной «Умницы и умники», которая выходит на Первом канале 30 лет. Все эти годы бессменным и любимым многими зрителями ведущим остается Юрий Вяземский. Юрий Павлович Вяземский – уникальный человек. Это человек, который 30 лет отдает своему делу время, горит этим делом и вдохновляет многих ребят на победы и свершения. Саровчанка Елизавета Юдайкина прошла длинный и непростой путь, чтобы попасть на юбилейный сезон. На первом этапе девушка писала эссе, на втором проходило собеседование. Дальше участников ждал региональный этап, который проводился в ННГУ Лобачевского, где гостем и главным судьей был сам Вяземский. Была игра в стиле передачи, только также были дорожки, и по ходу игры были выбраны победители и призеры. Участники соревновались в красноречии, логике и знании литературы, истории, культуре, дипломатии и философии. Тема юбилейного сезона «Древняя Греция» повторяет тему самой первой игры. Вопросы, по словам Елизаветы Юдакиной, сформулированы очень интересно. Уникальность передачи этой Олимпиады в целом в том, что ты не знаешь, что тебя могут спросить. То есть дана определенная тема, но больше ничего. И в этой теме обширное количество вопросов, которые могут быть охвачены в передаче. Елизавета считает, что участие в теле Викторине позволило ей не только проверить свои знания и узнать, как проходят съемки таких передач. Благодаря игре девушка также нашла новых друзей из разных уголков страны. Эту красавицу зовут «Сказка», и она арабской породы. Общение с лошадьми – это настоящий релакс. Верховая езда снижает стресс и тревогу, а также поднимает настроение. Лошадь – это животное необыкновенной грации, гармонии и красоты. Кони обладают сильной энергетикой, поэтому положительно влияют на физическое и эмоциональное здоровье человека. В честь профессионального праздника специальной пожарной охраны и в благодарность за их нелегкий труд руководители конно-спортивного клуба «Саров» организовали для детей-огнеборцев бесплатную верховую езду. Такая тетенька была добрая, что мне очень понравилось кататься. Я в первый раз катаюсь на таких красивых и хороших лошадях. Они добрые, милые, разного цвета. В конно-спортивном клубе можно профессионально заниматься верховой ездой. Для гостей организуют конные прогулки. Сюда с удовольствием приезжают как взрослые с детьми, так и школьные классы. И неудивительно, ведь кроме лошадей здесь встречают кошки, собаки и даже козочки. Сегодня понравились такие ощущения, когда ты садишься на лошадь и каталась только на маленькой. Когда садишься на большую, это очень страшно, но весело. Она трясется, но хорошо. Сегодня понравилось, что тетя была добрая, с которой мы ехали, и лошадка была спокойная. Они добрые, они умные. Близость природы и общение с лошадьми приносит особенно много радости городским жителям. В конном клубе Саров приятно отдохнуть душой и телом. Во-первых, это море положительных эмоций, особенно для детей. Это знакомство с лошадью, это новые ощущения. Для взрослых, я думаю, что просто приятная прогулка на свежем воздухе, встреча со знакомыми, с друзьями. Конно-спортивный клуб находится за третьим КПП и работает ежедневно с 15 до 19 часов. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8-987-750-91-13. Проект службы помощи четвероногим начал работать еще летом, когда оказавшиеся на карантине саровчане не смогли гулять со своими питомцами. Волонтеры клуба любительского с боководства «Акбар» решили напомнить саровчанам, что в подобных ситуациях активисты всегда готовы прийти на помощь. Этот проект именно направлен на помощь людям, у которых есть домашние животные. Как раз если они попали в какую-то трудную жизненную ситуацию, то тогда звоните нам, и мы вам поможем. Добровольцы ежедневно гуляют с собаками, доставляют корм и помогают с медицинскими осмотрами. Также клуб «Акбар» приглашает присоединиться к акции неравнодушных горожан, которые готовы включиться в эту работу. В этом году у нас по 15 саббат было в день с выгулом в пандемию. Поэтому, конечно, люди нужны. По крайней мере, чтобы мы были уже готовы в полную вступить в борьбу с этим коронавирусом. Получить помощь добровольцев во время режима самоизоляции или стать волонтером можно, обратившись по телефону 8-991-452-3272. Екатерина Шмакова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей СРОВ-24.